Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной видео показа моих украшений винтажных и не очень, которые я нашла в нашем секунде, вернее в благотворительном магазине. Я живу в Канаде, кто у меня впервые? Покупаю украшения в благотворительных магазинах, показываю с ценами в канадских долларах и все, кто у меня впервые, еще раз повторюсь, на моем канале не только видео про украшения, на моем канале видео примерки, обзоры магазинов, полталки, в общем, все, что мы девочки любим. Добро пожаловать ко мне на канал, если вы случайно ко мне попали. И давайте я вам покажу быстренько-быстренько вот такая затравка на то, что мы сегодня с вами будем рассматривать. Вот такие вот украшения. Ой, как это у меня не очень хорошее качество, но как-то мутно, но окей. Даже и лучше, потому что мне иногда говорят, что не показывайте заранее все, что вы будете показывать, мы как бы теряем интригу. Давайте перейдем к показу. Я обычно начинаю с самого малоценного и не очень винтажного, но просто мне понравившиеся украшения. Как я сказала, я покупаю не только винтаж, а все, что мне нравится. Так, дорогие друзья, первый набор мне понравился, хотя я понимаю, что ценности в нем никакой особенно нету, и скорее всего, что никакой винтажности нету. Мне просто очень понравились вот эти вот вставки. Мне даже такое ощущение, что он какой-то самодельный, хотя, ну, в общем, у кого-то были вот эти вот штучки, и из него сделали набор. Это брошь и серьги. Как это не противно, продавались они по отдельности, хотя 6 долларов и 6 долларов, получается, 12. Я думаю, что если бы их, видите, сколько клея, как это все неумело сделано. Ну, это, кстати, можно переделать. Если бы кто-то, если бы их сложили в один набор, то продавали бы долларов за 8. А так вот каждую по отдельности выложили, и поэтому взяли больше денег. Посмотрите, какой интересный, какой интересный материал, из чего это сделано. Меня купила вот эта вот очень красивая, прекрасных таких пастельных тонов, вот эти вот вставки. Причем вот здесь какая-то пластмасса. Они очень легкие. Я думаю, что вот это тоже не металл, а пластик, сделанный под металл. Очень грубо приклеена вот эта вот застежка. Видимо, кто-то очень самодельничал тут. Очень это самое проявлял. Что-то не могу ее застегнуть. Где-то что? Не пойму. Короче, ладно, неважно. Видите, как все отвратительно. Попробую это отклеить и переделать. Но снаружи она, брошь, выглядит прекрасно. К тому же, может быть, мне кажется, что можно было бы сделать вот так. Хотя застежку горизонтально, а не вертикально. Хотя не знаю. Ну и клипсы тоже совершенно явно сделаны каким-то мастером, ломастером. Тоже была вот так грубейшим образом приклеена. Мне просто очень интересно, что это за... Откуда взяты вот эти вот элементы? С чего они сделаны? Такое впечатление, что вот просто вот кто-то где-то нашел вот эти вот штуковины, которые непонятно зачем были произведены. И сделал из них украшения. Чувствуете, это пластик, это не металл. Но они бесподобно красивые. Не знаю, мне так понравились. Что же это за такой материал? Это пластик, конечно, но как-то он интересный очень сделан. Гранями с какими-то... В общем, короче, я понимаю, что это какое-то, конечно, современное... Какое-то творчество народное, но... Красивое. Так, следующее украшение, которое я вам покажу. Я очень расстроилась, потому что пока я вынесла домой, оно поломалось. Я не знаю, как его починить. Это был такой прекрасный кулон, маркированный, с цепочкой. Стоил немало. Сколько я за него отдала? Смотрим, смотрим. 8 долларов целых, представляете? Я, конечно, могу отнести в магазин, пожаловаться и сказать, что... Купила я его целым, а пока пришла домой, он сломался. Но у нас не принимают украшения. Везде написано, что украшение это Final Sale. Кто-то у нас тут орет на улице. Мне всегда то мотоциклы, то орет, то дождь льет. А я знаю, это такой сосед, он очень активный. Он все время стрижет траву. Сейчас он гуляет с собачкой. Или что-то делает у себя возле дома. Все время шумит очень сильно. Сейчас он гуляет с собачкой и со всеми соседями переговаривает. Громко кричит. Короче говоря, ой, я отвлекаюсь, девочки. Не ругайте меня. Но я думаю, что иногда вот такие вот интересные зарисовки из жизни канадского пригорода вам может быть даже интересны. Так, кто это у нас здесь? Кто это у нас здесь? Трифари, представляете? Трифари. И вот он у меня сломался. Правильно я читаю, да? Я вижу, правильно? Да. Я так обрадовалась. И он такой симпатичный. Такой милый. Интересный кулон. Кстати, не уверена, что кулон тоже трифари. Цепочка точно трифари. Но я надеюсь. Сделана хорошо задняя сторона. Вот так вот это было продето. И вот так вот он висел. Я понимаю, что можно найти другую цепочку. Но цепочка маркированная. Жалко, как она так сломалась. Как-то возможно, наверное, это можно починить. Надо сходить к эллиру. Спросить, сколько это будет стоить, во-первых. Потому что, возможно, что починка будет стоить намного дороже, чем все это украшение. Понимаете? Она так сделана, что сама своими силами я ее не починю. А может, и смогу. Попробую. Может быть, здесь можно вот так соединить. Вот эти вот два звена. И зажать крепенько. Ну, просто я расстраиваюсь так сильно. Короче, вы поняли. Облом случился. Ну, бывает. Ничего. Зато дальше у нас много интересного. Так. Смотрите. Девочки. Браслет. Шесть долларов он стоил. Вы знаете, что? Я видела такие браслеты. На них обычно... На них обычно шла маркировка Japan или Korea. По-моему, на этом маркировке нету. Но именно японские и корейские изделия вот часто в распаковках. То, что я видела. Кстати, здесь тоже потерян, по-моему, один. Видите, здесь на каждом звене висит вот такой маленький, маленький кристаллик. А вот здесь как раз цена была приклеена. На двух даже потерян. Ну, это небольшая проблема, потому что можно либо что-то найти подобное, либо... А, вот нет, нет, это не потеряно. Это так задумано, что у них, видите, есть... А может, и потеряно. Здесь один пропущен. Здесь один пропущен. Может, тут специально... Здесь два пропущено. Здесь один пропущен. Может быть, это один потерян, а не два. Потому что, видите, в других местах пропущено по одному. Может быть, они специально пропускали, Потому что и так очень интенсивно вот это все приклеено. Это прекрасный совершенно на лето браслет. Посмотрите, как он интересно сделан. Нету маркировок, да? Давайте посмотрим. Здесь вот что-то. Нет. Нету никаких маркировок, я искала. Вот так вот он одевается. Просто как резиночка такая. И вот таким вот веселым. Такой веселый цыганченный болтается у вас на руке. Здесь какое-то кольцо, кстати. А, здесь потеряно, видите? Видите, они есть побольше, поменьше. Вот здесь тоже один потерян. Ну, ничего страшного. Он недорого стоил. И, честно говоря, я не очень расстраиваюсь потерям. А, вот еще. Или это не потери, а может, это так и надо было. Что здесь некоторые вот болтаются просто без камушку. Не знаю, может и потери. Ну, неважно. Достаточно и здесь как бы... Вот еще, может быть, так и надо, не знаю. А, достаточно здесь веселья и без... Даже с потерянными какими-то элементами. Не знаю, он мне просто понравился. Во-первых, я люблю такой конструкции браслеты. Напоминает, у моего папы были такие, знаете, на рукава держалки. Кстати, вот я сейчас вспомнила. Мы мучаемся с длинными рукавами. А я вспомнила, что у моего папы в 70-х годах, по-моему, были такие вот штуки вот такого типа. И он их носил выше локтя на рубашке, чтобы рубашку поднимать, рукава, чтобы не были очень длинные. Такие резиночки. Помните, девочки? Они были разных фасонов, в том числе и вот таких. В том числе и вот таких. И других были фасоны именно такой вот, как резинки. А мы сейчас надеваем на рукава резинки для волос для того, чтобы... На жакеты, на рубашки, чтобы приподнять их немножечко. И чтобы они не были очень длинные. А в те времена на мужские рубашки вот были вот такие специальные держалки резиночки. Помните? Металлические? Я помню. Вот такого типа. В общем, интересная конструкция. Прикольная. Несколько немножко из потери, но все равно мне он нравится. Такой классный. Обычно, повторюсь, это Япония, Корея вот такой вот придумывает. Но на моем нет маркировки. Так, следующее это у нас цепочка. Тоже маркированная. И цепочек никогда не бывает много. Просто интересно. Вот такая жгут цепь-цепь. Стоила 6 долларов. Недорого. И это у нас кто? Моне. Моне-моне. Взяла ее, во-первых, потому что она мне нравится. Во-вторых, потому что это маркированное изделие. Красивая цепь. Цепей не бывает много, потому что у меня много есть кулонов, которые без цепей, поэтому я очень даже рада, что она нашлась. Тем более, что цепочка очень интересная. Мне кажется, что ее можно наносить вот так вот в два ряда. Я попробую, примерю. Я все примеряю, вы знаете. В общем, змейка такая. Очень симпатичная, очень интересная. Качественная, хороший металл, хорошее состояние и брендированная. Моне-моне это всегда хорошо, хорошие вещи. Так, следующая брошь. Следующая брошь за 10 долларов. Оценили дорого. Это маркированная брошь. Без подобной красоты. Посмотрите, какая она шикарная. И это у нас, наверное, Сара. Или Кора. Кора. Тоже находила ее на ресейле. Кора. И что-то еще написано, девочки. Что же здесь написано? Кора. Ор. Что это? Не знаю. Сейчас подождите, посмотрю. Девочки, это Кора Крафт. Ну какая же я тут тупица. Скажите мне, пожалуйста, Кора Крафт, это же другая компания? Или это тоже Кора, только какая-то ее дочерняя фирма? Не знаю. Вот я не знаю. Напишите мне, пожалуйста. Кора Крафт. Находила ее на ресейле долларов за 50. Довольно задорого. Ну здесь, видите, мне ее продали за 10. Красивая брошь. Яркая, большая, видная. В прекрасном состоянии. Опять же, там, где я находила ее в продаже, написано, что это 60. 50-е, я не уверена, но очень может быть. Посмотрите, как она красиво сделана. Как выделаны все детали, как красиво это все придумано и сделано. В общем, очень красивая, достойная брошь. Просто великолепная. Просто шикарная брошь. Следующая брошь явно тоже винтажная, старенькая. Купила за 7 долларов ее. Так, давайте ее расстегнем. Замочек, собственно, видимо, родной. Посмотрите, как интересно он приделал. На клепках. Очень хорошо сохранившаяся задняя сторона. Старинный, ну, винтажный замочек. И это так называемая наборная брошь, которая делается вот на таком вот, на такой вот, как бы, держалке с дырочками. И бусины, которые накручивают на леску, или на ленту, или на что-то другое, на тонкую нить какую-то, и которая крепится вот в этих вот отверстиях. Не представляю, как они это делают. Не знаю, как это. Видимо, по-моему, на мой взгляд, довольно сложная технология. Хотя, может быть, и нет. Абсолютно прекрасная брошь. Абсолютно сверкающая снежинка такая. Зимняя, мне кажется. Знаете, единственное, что меня смущает? Обычно такие вот эти Аврора Бориалис броши сделаны на серебряной основе, под серебро. Потому что вот такие броши, они как-то больше подходят. Видите, вот это вращается. А вот эти, остальные нет. Они как-то по цвету, по своей вот структуре, именно вот таких вот снежинок, вот это тоже вращается, больше как-то на серебро садятся. Лучше, мне кажется, по цвету, потому что белый металл, который просвечивается через них, он как-то больше органичнее выглядит вот с этими Аврора Бориалис бусинами. А здесь вот именно на золоте. Ну, необычно, странно, необычно, но очень красивая брошь. Может быть, специально так сделали, чтобы золото просвечивалось. У меня много клип с такого плана. Ну, кстати, все на серебре, абсолютно все на серебре. А это вот сделано на золоте. Ну, красотка, красотка. Не отнять, не убавить, не отнять. Просто видите, как она переливается, блестит у меня. Следующая брошь. Тоже очень красивая серебряная брошь. За 7 долларов я ее купила. Не помню, были ли в ней. Если в ней маркировки, тоже находила ее на ресейле. Она позиционируется как винтажная. Продают ее как винтажную. Да, игла крепкая, толстая. Похожа на винтажную. Здесь интересная задняя сторона. Видите, здесь отверстие. Для того, чтобы камни играли и переливались. Без подобной красоты камни. Все на месте, на удивление. Особенно багетные кристаллы, которые очень трудно найти. Обожаю багетные кристаллы. Уж не знаю, чем. Они мне так нравятся. Но они действительно очень красивые. Немножко, видите, проглядывает клей от старости пожелтевший. Но так все камушки, все-все-все на месте. Маркировок, к сожалению, нет. Хотя брошь очень достойная. Нарядная, красивая. Тоже сверкает и переливается. Богатством и огнями. Не замысловая-то сюжет. Цветочек. Но красиво. В комплект к этой броши. Ну, не в комплект. Я просто называю это комплект. Хотя, в принципе, не так уж он не подходит. Единственное, что здесь как бы багетные кристаллы белые. Здесь багетные кристаллы белые. Я купила, нашла вот такие серьги. Клипсы, вернее, за 6 долларов. Трудно сказать про их винтажность. Но, судя по замочку, они не очень новые. Вот такие вот замки, вот такие клипсы. Они обычно ставились на изделия не очень современные. Хотя сохранность бесподобная. Маркировок нет. Во-первых, сама по себе клипсы. То, что клипсы сейчас очень редко делают, кто делает клипсы. В основном делает серьги. Наводит меня вот эта вот часть на мысли винтажа. Потому что именно вот такой формы защипка вот эта для клипсов использовалась именно в винтажных изделиях. Тут ничего нету, никаких маркировок. К сожалению. У меня есть подобного плана клипсы. Очень похожие. Очень долго пытаюсь их приклепать к своим пальцам, чтобы вам лучше показать. Ничего не приклепывается. Короче, давайте так смотреть как-то. Вот так вот на руке. Давайте смотреть их. Никак не получается у меня их расположить. Хорошо, чтобы вам было видно. В общем, здесь кристаллик. И дальше вот такие три элемента. Центриваем по длине. Очень нарядные клипсы, конечно, безусловно. Вот я думаю, что с этой брошью все-таки будет неплохо вместе, правда? Как-то вот перекликается, правда? Хотя это такой цветочек. А здесь как бы такая геометричная форма. Но очень красивый. Померю. С удовольствием, с интересом. Сама посмотрю, как они сидят на ухе. Ой, у нас такой движ. Все время какие-то. Сегодня выходной. И все гуляют с детьми, с велосипедами, с собачками. В общем, шумят, разговаривают друг с другом соседи. Так, следующая брошечка. Немножко не в самом лучшем варианте. Не в самом лучшем состоянии. Но я не могла ее не взять. 6 долларов она стоила. Потому что она, конечно, старенькая. Очень. И этим. Я не могу уйти, когда я вижу вещи прям явно винтажные. Явно такие, знаете. Может быть, не в самом лучшем состоянии. Но, честно вам скажу, этим они как бы потеряв, там, потеряв немножко металл какой-то облесший. Или какие-то потери эмали, понимаете. Они в таких вещах именно даже... Ну, вот вы будете смеяться надо мной. Придают какой-то шарм этим вещам. Потому что именно след, возраст является большой ценностью для них. Вот их ценность именно в том, что они возрастные и не современные. А потери внешнего вида, так сказать, они как бы именно этим потерями и подтверждается их возраст. И в этом есть какая-то вот такая вот идея всего вот этого хайпа и шума вокруг винтажа. Ну, вот такая вот красотка. Два цветочка. Я, кроме показа, очень много вокруг всего говорю. Ну, такой у меня стиль ведения канала. Не всем это нравится. Многие говорят, ты очень много говоришь. Просто показываю украшения и не задерживайся надолго. Я не могу, потому что я это очень люблю. Они мне очень нравятся. Я с удовольствием вам показываю и с вами их рассматриваю вместе. И, естественно, много разговариваю. Не могу. Люблю поговорить. Так, смотрите, какие красивые сиреневые кристаллы. Стеклянные. Может быть, даже... Ну, не знаю. Вряд ли, конечно, настоящие камни, но... Интересное какое-то сиреневое покрытие на металле. Металл довольно тонкий в этих лепестках. Покрытие не знаю, что. Что это такое? Это не похоже на эмаль, а как будто вот на пыление какое-то. И здесь вот какие-то... Вот эти вот элементы. С чего они сделаны? Как будто бы пластик. А, вот, я поняла, здесь сверху, вокруг вот камушка вот такой вот пластиковый, как будто бы цветочек надет. Даже, видите, здесь крутится. И здесь тоже. Прикольная штучка. Старенькая, интересная, необычная, редко попадающаяся. И сейчас найти что-то такое очень-очень трудно. Старье все практически кончается. Все старье уже осело в карманах собирателей. Поэтому очень трудно найти что-то очень старое. Вот, например, как вот эта вот брошь. 7 долларов она стоила. Это к вопросу о том, что старинные вещи прекрасны своими потерями. И даже потери в них их не портят. Вот я не пойму, здесь поломан замочек или так. И был замок-крючок. Замочек-крючок. Так задуманно. Или просто потеряна собачка, которая была в центре. И, видимо, кто-то просто так ее зажал, чтобы она... Чтобы не терялась брошь. Вы знаете, здесь очень легко можно сверху надеть вот такой вот маленький пластиковый. Вы знаете, как заглушечка для сережки силиконовой. И она никуда не убежит. Брошь очень старенькая. Но при этом камушки все, Агрора Бориалис, на месте. Давайте полюбуемся на них. Исход, конечно, покрытия. Но в целом поломок никаких больших нет. Потерь нет, кроме... Вот. Эмаль сошла. Ну, какая же она милая. Какая же она прекрасная. Желтые цветочки, листочки, ландыши. Что это? Не знаю. И обратная сторона. Я думала, что можно ее носить как кулон. Но нет. Видите, с обратной стороны была белая эмаль, которая тоже сошла. И, видите, конечно, это не держится. Это надо как-то чем-то закреплять. Но брошь очень старенькая, очень милая, очень интересная. И немножко поломанная. Это тоже, как на мой взгляд, честно говоря, придает ей шарма. Честно говоря, я насчет замка что хочу сказать. Я очень редко ношу такие вещи. Я их в основном собираю для коллекции и для любования ими. Не знаю. Вызывает у меня какое-то просто вот умиление и восхищение. Вот именно вот такие вот очень старые вещи. Для меня даже не очень важно, что они с такими вот потерями. Следующая брошь. Красавица необыкновенная. Бесподобный кристалл в центре. Красивые кристаллы вокруг. Интересной формы. 8 долларов она мне стоила. Не помню, есть маркировка или нет. Не помню, находила ли где-то. Не знаю насчет возраста. Мне кажется, конечно, она винтажная. Да, судя по заклепке в центре. Видите, вот такая вот клепочка. А, есть маркировочка. Отлично. Сара Кавантри Канада. Опять. Это то, о чем я говорила, что производившейся в Канаде Сары Кавантри у нас много. Ну, это легко понять и объяснить. Понятно, да? Ну, вот такая обратная сторона. Очень хорошо сохранилась. Красавица брошь. Красивый кристалл. Красивый металл. Все очень качественно. Очень хорошо сделано. Конечно, винтажная. Какого же цвета здесь? Кристаллы вокруг. Коньячные, да? И их два ряда. Коньячные кристаллы. И в центре красивый кристалл Аврора Бориалис. Есть подобная брошь. Обалденно. Мне очень она нравится. Необыкновенная красотка. И последняя красотка в нашем сегодняшнем показе. Безусловная красотка. Я хочу верить, что это Джулиана, но не уверена. Вот с Джулианой очень все сложно. 13 долларов она стоила. Оценили ее подороже. Потому что тоже, как и я, поняли, что эта брошь винтажная и не очень простая. Ну, так. Давайте смотреть. Значит, о том, что это может быть Джулиана, говорит нам то, что есть открытые кристаллы, есть закрытые кристаллы и застежка, не плечики, а вот такая вот прямая застежка. Джулиана только такие застежки делала. То есть все признаки налицо. Но я хочу вам сказать, что таких брошей делали очень много. Очень много. И брошей под Джулиану несметное количество, которые со всеми, так сказать, признаками Джулианы. Но это не она. В этом весь, так сказать, загадка этого бренда. И я не настолько специалист, чтобы 100% вам это сказать. И я вообще никогда не понимаю людей, которые 100% утверждают, что это Джулиана или не Джулиана. Потому что, по-моему, на мой взгляд, это нужно просто знать, что это вот как бы Джулиана. Где-то в каком-то каталоге найти эту брошь, тогда можно точно сказать. А так вот, как их отличить от брошей, которые сделаны в стиле Джулиана, очень трудно. Хотя, вы знаете, может быть, действительно есть люди, которые разбираются лучше, чем я, и действительно могут 100% сказать. Для меня это невозможно. Наверное, есть люди, которые, да, могут оценить, так сказать, по каким-то еще признакам. Кроме тех, которые я назвала, которые знают все люди, которые более или менее интересуются винтажом, и фанаты фирмы Джулиана, бренда. Ну, вот такая вот красавица. Коньячные кристаллы, желтые кристаллы. Не отнять, не убавить, не брошь, а восторг и восхищение. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой сегодня у нас был показ. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно. Несколько разочарований, вот как вот это вот, хотя, возможно, я смогу ее починить. Странные изделия, вроде как вот этот набор, немножко с потерями браслет, но очень смешной. Все остальное великолепное, красивое, маркированное, очень старое, винтажное украшение. Я очень буду рада, если вы у меня впервые, вы подпишетесь на мой канал, станьте моими друзьями. А все, кто у меня не впервые, и все, кто знает мой канал и смотрит меня давно, я всем очень рада. Благодарю вас за просмотр, за прекрасные комментарии, которые вы мне пишете, с замечательными советами и подсказками. Я очень это ценю. Всем большое спасибо. Увидимся совсем скоро. С вами была Дита из Канады. Всем пока, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok